Моя сегодняшняя гость всю жизнь как бы на виду. Она на сцене, на экране, дала тысячу интервью, но для меня она остается загадкой. Это настоящая народная артистка России. Не только потому, что у нее есть такой титул, а просто вот, по моим ощущениям, по партию. Красивая женщина, замечательная актриса Вера Аленова у нас в студии. Прошу вас. Давайте животные сюда. У нас такая традиция, мы кошек предлагаем зрителям, у них хозяев нет. Вот это яд, как мне сказали его зовут, у него может быть появится хозяин или хозяйка после нашего разговора. Может быть, а может не поэт. То есть вы думаете, что мы так своим разговором, не имеющим отношение к котам, но имеющим отношение к экстрасенсорике, видимо. Да, они-то точно экстрасенсы. Мне кажется, что они, да. Хотя мы с вами, как мы выяснили до эфира, мы собачники, да? Да? Да. У вас же на даче, наверное, животные нет. У нас уже нет собаки, и мы не рискуем завести новую, во-первых, просто. Я бы не могла вообще. А то есть вы привязываетесь очень? Да, очень. И очень трудно было пережить смерть, и, конечно, вторую мы вряд ли бы смогли пережить. А сейчас уже просто думаю, что ему тоже будет тяжело, потому что ему придется переживать нашу. Ну, что ж вы такое прям... Ну, на самом деле, мы же знаем век животного и век человека. Можно сопоставить? Ну, это вот вы прям, представляете, как человек, там, шаблонов и представлений. Мне кажется, что вы ведь люди из параллельного пространства, даже как как-то люди, которые творят искусство. Вам не применимы никакие вот человеческие или биологические шаблоны, мне кажется. Поэтому что там думать, кто кого переживет? Вы бессмертные, вся семья ваша, потому что Оскар, да и потом... Я знаю, что вам, наверное, не дается про один и тот же фильм говорить. Мы сегодня про «Москва слезам не верит, постараемся». Я постараюсь не говорить. Я знаете, о чем подумал? У меня недавно был Денис Мацуев, и у него очень много намешано всего. Он и грек, и еврей, и эстонец. Такая у него смесь бурная. А он вопрос про национальности. Он говорит, я сибиряк. Я действительно подумал, есть вот такая национальность сибиряки. И есть вот вы с севера. Вот мне кажется, что нельзя называть русскими там поморов и людей из Архангельской губернии. Они абсолютно отдельная нация. Вот если сравнить, допустим, с москвичами, или что-то Денис Малинской, никогда не задумывались об этом? Я как раз думаю, что это русские в том смысле, что туда татар-монголы не доходили. Поэтому я полагаю, что они все-таки... Нет, ну другой же, вот у вас у северян другой совершенно темперамент. Свой характер, своя энергетика. Ну, может быть, она такая была раньше у всех? Ага. Вы считаете, что просто где-то, допустим, у нас в Москве растворилось очень сильно? Я думаю, что да. А вы давно были у себя на родине? Не так давно, нет. Но я помню очень хорошо, хотя я там была очень мало. Меня увезли очень быстро. Но какое-то вот такое, я не знаю, на генуру. Вы любите повторять, что я северянка? Я люблю. Я люблю повторять. Значит, у вас какое-то вот это ощущение-то осталось, что вы с севера? Оно именно осталось, да. И я думаю, что мне много раз напоминали об этом. Ну, вы имеете в виду супруга, который называет вас человек по имени нет? Да, человек по имени нет. И это, я думаю, какая-то черта действительно северян. Говорить надо по делу. Если нечего говорить, лучше помолчать. Но вот вы, когда упомянули супругу, вы назвали его по имени-отчеству. И я слышал в нескольких интервью, вы все время подчеркнули, что вы якобы к нему по имени-отчеству всю жизнь не обращались. Это ведь не правда, не правда, да? Конечно, нет, это какая-то... Я вам скажу, возраст диктует какие-то вещи. Когда тебя начинают называть по имени-отчеству, ты не сразу к этому привыкаешь, не очень понимаешь, почему. А потом понимаешь, что... А, вот почему. А потом возникает такое ощущение, что, в общем, в принципе, правильно и представлять другого человека, который в своем возрасте более молодой, правильно и по имени-отчеству. Нет, ну здесь ведь еще такой контекст, что он режиссер, вы актриса. Ну да, вы со второго курса знакомы, поэтому вы его никогда не понимаете. Мы же не из второго курса, мы отпразднули «Золотую свадьбу», поэтому это вот он режиссер, актриса. Мы из одного котла, и поэтому какие там нет, конечно. Я помню, вы были в гостях у детей «100 вопросов взрослым», такая передача, когда дети задают вопросы. И вам... у вас вопрос был про первое свидание, вы сказали, что это свидание было зимой. Вас просили, с чем вы... Да, да, было, да, действительно. Да, а я ведь понял, что вопрос вам задается в презумпции того, что у вас первое свидание, наверное, было с Меньшовым, а на самом деле это, наверное, какое-то школьное было свидание, это первое свидание. Нет, я так поняла, что они имели в виду первое свидание с мужем. То есть я отвечала на первое свидание с мужем. Да, а я при себе подумал, о каком свидании? Вы помните реально свой первый, как это сказать, увлечение, свою первую влюбленность, свой первый роман в школу? Да, разумеется, помню, конечно. Он был трагичным. Да что такое? Да, он был трагичным, поскольку... Ну, это было в пионерском лагере, мне было 14 лет. Так. И я очень влюбилась в мальчика, и мальчик влюбился очень сильно в меня. И потом я осталась на вторую смену, знаете, лагеря, по несколько сменам. И случилось такое несчастье, что у меня заболело ухо, заболело так сильно, что мне пришлось ходить с повязкой на ухе. И он тут же влюбился в другую девочку. Ой, как неромантично. Ну, вы знаете. Это действительно трагедия. Я хотела несчастье с завязанным ушком. И очень переживала. Ну, я думаю. И вы знаете, более того, прожив длинную жизнь, я вам скажу, что эти все подростковые влюбленности, как нам, наверное, взрослым кажется, что они, ну, заболеются. Это ерунда, это чепуха. А нет, это не чепуха, конечно, потому что это очень сильные страдания, очень сильные страдания, абсолютно равные страдания взрослых людей. Я считаю, что даже сильнее шейкспировские все вот эти страсти. Да, страсти, что-то. Они же, может, как у Рома и Джульетта закончатся, именно потому что там гормоны, там-то настоящее страдание. Потом человек уже как-то. Да, особенно когда это первое чувство, и тебе кажется, что это вообще вот оно то самое и на всю жизнь. А про первую роль свою что вы? Думаете и знаете. Первая моя роль – это «Шоколадный солдатик», роль Райны, это Бернард Шоу, с изумительным совершенно юмором и совершенно прекрасным режиссером. Борис Равенский, он был в это время, значит, у нас главным режиссером в нашем театре, и он народник. И Бернард Шоу, надо сказать, с ним мало вяжется. И это было крайне любопытно именно поэтому, потому что это вообще-то был не его материал, совсем не его материал. И поэтому он… Но он очень хорошо видел все, что там. И он поэтому говорил, так, ну-ка вот давай-ка сделай вот это вот так вот сделай, так сделай. И скажи, вот тут текст говори, я сделаю такую мизоцену. Я говорю, так это нельзя сделать, потому что в следующей сцене через… Подожди, когда мы дойдем до следующей сцены, тогда мы поймем, почему нельзя это сделать. Но если ему нравилось, как он сделал, и мы доходили до следующей сцены, и оказывалось, что так сделать нельзя, он сказал вымороть. То, что было дальше, вымороть. В результате спектакль получился очень симпатичный, милый, остроумный, безусловно. Прекрасные актеры были заняты. Такой Юрий Горобец, мой первый партнер. Прекраснейший актер. И я всегда стояла за кулисами, смотрела, потому что он… Я не знаю, что это за механизмы. Я была молодая актриса, я не понимала, что это за механизмы. Но я должна вам сказать, что я не понимаю и сейчас. Что-то помимо актера есть еще. Человеческое, мужское. А вот вы сказали про мужское начало. И общим местом считается, что мы сейчас живем в эпоху таких промежуточных половых форм. Сейчас и мужчины такие недостаточно мускулинные, и женщины очень на мужчин похожи. Это вы и в цехе это видите? То есть это и в профессии тоже? Или это просто такая антропологическая тенденция нашего века? Или вы считаете, что у нас сейчас нет таких мужчин, которые могли бы сыграть, ну, того же, ну, я не знаю, упомянули уже в фильм «Москва всегда мне верит» Гошу от Баталова? Есть сейчас у нас Баталова или нет? Ну, разумеется, есть. Ну, во-первых, их немного. То есть меньше, чем раньше или нет? Я вам так скажу. Если мы ориентируемся на Москву, то меньше. А если мы ориентируемся на Россию, то я думаю, что нормально так же. А, то есть вы считаете, что в Москве вот эти тенденции заметны? Я думаю, что Москва отличается сильно. Почему? Ну, Москва, как вы сказали, действительно отдельное государство. Да. И столица вообще всегда отдельное государство, мне кажется. Ну, как-то, знаете, люди рвутся в Москву, наверное, за лучшей жизнью. Да, Москва, если зам не верит, мы знаем уже это. Ну, она не верит сейчас, она вообще-то звучит по-другому. Москва бьет с носка, если зам не верит. А она бьет с носка, действительно, и чтобы было не так больно, или приспосабливается, наверное, каким-то образом. Это модно сейчас, когда с развитием феминизма. Значит, модно, когда молодые люди элегантно женственны. Это тоже дань моде. А Москва, ну, конечно, в первых видах. Ну, смотрите, вы так сказали про развитие феминизма, при том, что вы являетесь ролевой моделью для женщин, которые хотят, ну, хотя бы, скажем, не быть, но выглядеть независимыми. Вы ведь очень такое всегда были... Ну, недаром же вас супруг назывался человек по имени, это очень независимо. Вы же даже отказались, собственно, если о том же фильме мы говорим, о котором я... собирался не говорить. Вам сценарий «Москва слезам не верит» не понравился изначально? Да, не понравился. И ваш супруг этот сценарий дорабатывал? Он дорабатывал, он с вами советовался или нет? Нет, это вот очень... Мы до такой степени, да? Нет, когда спрашивают, а вот как, собственно говоря, нам удалось сохранить какие-то отношения так долго, я говорю, это очень важно. Никогда не лезть в дело человек, который рядом. Он никогда, если я не прошу советов, не советовал мне, что делать в театре. Я никогда в жизни не знала, что он делает в своей профессии. Также, когда Юля начала работать на телевидении, у нас даже было не два медведя, а три в одной берлоге, тоже никогда мы не советовали ничего абсолютно. Если советы не просят, не стоит их давать. А это его работа, как это я вдруг буду говорить? Нет. Он знал меня лучше, чем другие, считал, что я, наверное, сыграю... То есть, как актрису вы имеете в виду сейчас знал лучше? Нет, как человека, конечно. Потому что это, в общем, вещи неразделимые. Это неразделимые вещи. Не может быть так, что я тут вот такая, а потом в жизни я ухожусь во сцены, и я другая. Нет, у нас нет же, я всегда много раз говорила, это уже, наверное, скучно, ни Мацуева, ни скрипки, ничего. Значит, вот то, что есть, то и есть. Ну, ваш инструмент, он понятно какой-то. Ну, вот, поэтому я иду человеческий инструмент. Мой тоже имеет значение. Поэтому, значит, то он меня знал как человека, а лучше поэтому он, видимо, полагал, что я это могу сделать так, как он себе представлял эту Катерину. Вот вы на самом деле, хотя действительно там полвека замужем, у вас же были периоды, когда вы жили порами, да? Во-первых, он год отсутствовал, по-моему. Ну, это не периоды. Мы были женаты, он отсутствовал год, потому что он работал в Ставрополе, а я работала в Москве. И потом у вас было еще три года, вы просто раздвижались, да? Ну, вот это был период, когда мы жили действительно в Росте, решили пожить в Росте. А Ставропольский период нельзя считать, это был замечательный совершенно период. Мы только виделись очень редко, потому что у нас было очень мало денег, и он мог прилетать один раз в месяц в Москву, скопив каких-то денег. И мы виделись раз в месяц, и у нас не было собственного жилья. То есть это быт, исключительно из-за бытовых каких-то? Когда? Ну вот... Когда мы решили пожить в Росте. Да. Вы знаете, это, конечно, быт, но в быт входит очень многое. Накапливаются какие-то обиды, естественно. И они потом, если быт устроен, то, наверное, эти как-то вот обиды, которые, естественно, накапливаются при долгом общении у любых людей, не обязательно у мужа и жены, и у детей, и у родителей. Это жизнь, и даже у друзей, и даже просто у коллег. С которыми ты вместе работаешь. Конечно, долгое общение. А вы умеете прощать обиды? Я этому учусь. Учусь сознательно. Я не умею. И мне трудно, потому что я не умею. Мне показалось, хотя вы всегда подчеркиваете в своих интервью, что вы очень ценили свою маму, вы очень ее любили и любите, что на самом деле у вас очень серьезная на нее обида. Обида? Да. Ну, это вам показалось. Показалось, да? Только, да. То, что вас она отправила на завод работать, когда вы захотели... Она правильно сделала. Да? То есть вот это... Все, что она сделала, она сделала правильно. Я, во-первых, я вообще считаю, родителей не судят. Им нужно быть благодарны даже за то, что они просто воспроизвели на свет, и вы увидели этот чудный мир. А во-вторых, зная, как мы жили с мамой... Вы имеете в виду материальную сторону? Любую. Любую. Все, что я умею, всем. Я всем обязана маме. Абсолютно всем. Поэтому у меня никаких обид не может быть. Ни малейших. Ну, когда ребенок в детстве не получает достаточно, скажем, внимания. Может, просто потому, что родители заняты, не потому, что они не хотят заниматься ребенком. И когда ребенок не получает сладкого... Вы же рассказывали как-то, что вы воровали у мамы деньги на мороженое как-то. Да. Ну, вот это разве не накладывает какое-то вот впечаток потом вообще на человеку и на вашу модель взаимодействия. Ну, что вы, наоборот. Ведь она не давала мне на мороженое не потому, что она хотела меня наказать или что, а потому, что нужно было, чтобы были деньги на хлеб. Очень элементарная вещь. Мы жили в Украине, как теперь говорят. И это был как раз период, когда там актерам не платили в течение 9 месяцев денег. И она устроилась... Она была актрисой, но она работала в пошивочном цеху, и рабочим платили. Она пришивала крючки и пуговицы. И тогда им платили какие-то деньги небольшие. Это были такие небольшие деньги, что если есть каждый день мороженое, то тогда нельзя прожить. И тогда ты этого не понимал, когда ты таскал. А когда проходит какое-то время, мы ведь возвращаемся в детство очень часто. Да все время возвращаемся в детство. Но это правда. Вообще у вас семья просто уникальная, потому что вот есть же такая присказка, что природа дыхает на детях-гениях, при том, что вы гениальная актриса, у вас гениальный режиссер-супруг. И у вас дочь, как телеведущая, точно, нет, нет, ну не надо спромничать. Зачем? Я считаю... Заберите, пожалуйста, ядер, потому что мы будем играть, вот, а Яки Яна не нравится с нами играть. Не нравится. Вот так вот он даже сделал. Не нравится. Да. Мы сразу на кого-нибудь перестроим, потому что он красавец. Это внешность, это очень важно, я считаю. Для кота или вообще для всех? Вообще для всех. Потому что это момент в статистике. Вы в пухе в этом? Да не первый раз. Есть такая игра. Гоша Куценко научил играть правду. Значит, как это происходит? Здесь есть вопросы. Это очень удобно для меня, как для ведущих, потому что вопросы уже написаны другими-другими людьми. Четыре группы вопросов. Голубые карточки, это вопросы на... Называется на подумать. Вот красные и желтые, это мои любимые, потому что это откровенные и неудобные вопросы. И белые карточки, это я сам буду придумывать вопрос, если выпадет печать. Здесь вот в этом мешочке четыре маркера. Соответственно, голубого, красного, желтого и белого цвета. Вы вытаскиваете маркер, потом забираете вопрос, сами его зачитываете и отвечаете. Если не понравится, можете мне отвечать. Я помню, кстати, передачу, которую мы упоминали в самом начале по вопросу взрослому. Вы там отказывались отвечать на очень многие вопросы. Не на многие, а на один. Не буду с вами спорить. Правда? Не буду спорить. Вы очень уклончиво отвечали на другие вопросы, на которые можно было бы ответить. Ну, знаете, если мне не нравится вопрос, то я и не отвечаю. Правильно. Я не отвечаю, я отвечаю уклончиво. Я думаю, что здесь вы на любой вопрос можете, на любой из трех, смело можете не отвечать. Потому что я считаю, что это тоже... Вы не хотите, чтобы я отвечала уклончиво? Я правильно вас понимаю? Вы знаете, мне так нравится все, что вы делаете, поэтому, как бы вы мне ответили, уклончиво, не уклончиво, мне все равно понравится. Это важно, да, чтобы вам понравилось? Для меня, да, конечно. Значит, я тупая, вот в этом смысле. Каж не знаю, не понимаю ничего. Нет, вы вытаскиваете камешек. Камешек, значит. Вот, это камешек голубого цвета. Теперь вы вытаскиваете голубую карточку. А вот то, что в прежей лежит? Тоже голубая, да. Да, да, да. Перевернутся на самих направлений. А, вот, в общем, да. Это мы можем вам облить? Да, да, это драгоценный случай. Так. Вы правда верите, что ваша карьера успешна? Ой, какой вопрос вообще не учитывая. Какой вопрос? Если бы человек, который готовил эти вопросы, понимал, что вы будете на нее отвечать, он бы просто провалился в этот момент. Я думаю, что... Ну, потому что, да, потому что это совершенно вопрос из разряда риторических. Ваша карьера успешна, и вы сами не можете не учитывать это. Ну, чем что? Да. Нет, ну, тем не менее, нет. Вы давайте как-то... Получилось, что я за вас ответил. Угу. Вы считаете, что ваша карьера успешна? Она, конечно, успешна. И, конечно, дети. Вы муж сделали, и дочку вы считаете, совершенно замечательно. Ну, значит, мы с вами соглашаемся, что успешно. Спасибо большое. Следующий. Следующий, то есть тот вы положили обратно сюда, да? Нет, нет, нет. А, все. Я его отложил сюда, но... Нет, камешек. А, нет, камешек туда же, да. Да, да, да. Красный. Красный. Это вот... Ну, да, потому что вы такие вопросы говорите. Ну, можете, опять же, можете не отвечать. Откровенный вопрос. Вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Никогда. Да, даже в тот период, когда вам пришлось разбежаться. Ну, что вы, разве за денег разбегаете? Мы же говорили, что забыто. Быть это не денег. Вы несколько раз в разных интервью говорили, что вы были не просто неимущими, что вы были нищими. Это правда. Но я всегда знала, что это не на толку. Я всегда знала, что он талантливый, что обязательно все получится, что все будет хорошо. Деньги не имеют никакого значения. Я считаю, что никогда... Ну, что вы, никогда в жизни... То есть, милый мраев шалаше. Да. Правда, я так считаю? Хорошо, нет, лучше. Хорошо. Ну, если нет шалаша. А если маленький ребенок, шалаша все нет и нет. И дело не в том, что он должен. Почему он? Всем нет. Нет, никогда, говорю, абсолютно. Искры дежурки. Последний. Красный камешек обратно туда отправлен. Ну, что, на свои слегкие вопросы? Да. Желтый, да. Это... Это... Это нелегкий вопрос. Вопросы нелегкие? Ну, так они называются. Неловкие, неловкие, нелегкие. Легкие вопросы, да. Нет, 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 нет. Вот это из неловких. Ну, случалось засыпать на спектакле в кино. На спектакле или в кино. Почему же неловкие? Да, случалось, потому что это дико скучно. Когда все искусства хороши, кроме скучного, то это тот самый случай. Да. Да, случалось. А вам случалось видеть, чтобы люди засыпали на спектакле? Случалось. На вашем спектакле? На первом ряду сидел и сопел мужик. Это какой-то был ужас. И не все сразу страшно перепугались и подумали, что или он очень устал, или это, допустим, не скучно. Потом, когда проходит время, и ты долго работаешь, ты понимаешь, что и люди приходят разные. И устать мог человеку, и действительно, и не нравится ему, может, и все что угодно. Жизнь вообще многообразна. Меня этому научила моя жизнь, что она так многообразна, что я ни к чему не отношусь к каким-то сосудам. Ну, пусть этот эпизод, о котором вы рассказывали, будет самым большим горем в вашей жизни. Ну, да, это было бы чудесно. Огромное вам спасибо. Мы поиграли, это было... Я поиграл с великой актрисой. Я могу теперь говорить, что я поиграл с великой актрисой. Хотя, вообще говоря, в правду лучше не играть. Спасибо вам. На самом деле, 150 вопросов, которые я подготовил, я не успел задать. Потому что работчика, как и вы, 24 минуты, это, конечно, недостаточно. Субтитры создавал DimaTorzok